естественно уже есть много всяких нарисованных графиков и я хочу рассказать наверное более менее таких полезных когда у вас много переменных когда у вас там две переменных или одна то там все понятно либо инстаграмма либо диаграмма россии ничего делать когда как-то компактно когда много переменных я наверное посоветую 21 это соответственно матрица диаграмма рассеяния есть уже кучи сделанная матрица и как бы такие вот графики которые имеют всегда смысл построить когда у вас много переменных вот вы столкнулись с набором данных не очень много переменных диаграмм рассеян что это за зверюга это их много таких функций там плод мэйдрикс есть есть я расскажу про ту который живет в пакете дичьей лай эта функция gps давайте возьмем набор переменных где несколько непрерывных переменных ну есть например такой набор данных тоже встроенный бэрд называется свой с это набор данных по швейцарским кантонам тоже исторический кто-то там его исследовал соответственно здесь шесть переменных ну тут какой-то показатель фертильности женщин по моему это количество детей до там по моему шестнадцати что ли лет деленные на количество женщин в продуктивном возрасте помноженное на сто или тысячи человек ну тут написано дальше агрегал что ли мужчин занятых в сельском хозяйстве ну и так далее вот там доля католического населения в кантоне там детская смертность есть она хранится каждый лет на пакете то есть вот например вот этот набор данных свойств он хранится в пакете дата секс в принципе любой пакет может есть пакеты которые составляют часть базовая то есть есть вот есть пакеты которые входят в базовые которые даже не надо подключать лайбрари и есть пакеты которые надо подключать с помощью команды лайбрари и в принципе любовь что это не надо например для примеров для отладки каких-то алгоритмов ты строишь какой-то алгоритм оцениваем ты хочешь посмотреть а что он даст нам про простиком не на моем наборе для примеров для обучения для тестирования алгоритмов просто по приколу может возьмешь и больше вы изучать почему бы и нет это также почему вот люди играют в футбол вот соответственно давайте построим я правда не знаю может на таком маленьком разрешении не позволит у нас все нормально будет мы наберем команду ggprs и прям весь набор данных так вот прям весь набор данных дать ну конечно не ахтибель таком расширении получается разрешение экранов ну давайте если я сделаю зум может быть хотя бы что-то приличное выйдет получила ggprs нет нет единственное что известный факт что чудо ggprs не совсем дружит и он немножко тормозит притормаживает просто ощутимо что-то если в чистом запускать нормально батчат все никак не исправит всем лень вот мне тоже он немножко медленно работает но если с чистой аж запускать то так все нормально вот то есть это такой график где компьютер каждую переменную с каждой одновременно строит соответственно и диаграмма рассеяния да и сглаженная оценка функций плотности и сразу все корреляции посчитал каждый из каждой то есть но один такой график он несет в себе очень много информации обо всех переменах в принципе сам адаптируется если переменная будет не числовое она будет факторной то соответственно график изменится если она будет фактор на этом тут будет скорее всего смотреть там очень естественно много настроек можно настроить в принципе что будет на полоске то есть у нее есть автоматически он пытается автоматом понять что для данного типа данных лучше по диагонали построить и соответственно в нижней и верхней части графика он построит разные вещи для большей информации то есть можно попробовать сейчас мы сами возьмем какой-то такой же набор данных только с факторами переменных на лично само адаптируется но больше все можно настраивать то есть по этому графику например чего вы можете сказать вот этому график чё особенно вот сказали ну агрикалчу экзаменейш да вот есть экзамен агрикалча да вот есть агрикалча да и дюкейшн да чем выше доля сельскохозяйственного населения тем меньше и дюкейшн еще я бы сказал что смотрите вот эти все они в принципе ну как-то хоть издалека напоминается ну нормальное распределение ну хоть как-то да ну это вообще уже не совсем нормальный вопрос два как бы уровня образования вот есть и дюкейшн вот этот пик один а вот еще есть второй образование дополнительные группы людей честь вот то есть два уровня образования и дюкейшн надо смотреть описание данных но я думаю что это число лет образования и нет не будет они не это процесс топ-ними не пойдет это число ли это же процесс это же каждая точка это одна провинция один кантон то то есть вот это это какой-то швейцарский картон это тоже это же не индивиды правильно это соответственно доля население с чем-нибудь там процент населения да но сглажная оценка я верно отдельно вывести соответственно я так думаю чем дэнсити вот ну я стал вот это особенно они все были похожи на нормально это не похоже потому что католики протестанты не любит это кантон где много католиков об этом году где мало таких вот остальные все ну так издалека вот это правда тоже то есть бывает наверно кашон где преобладает городское население типа расположен кантон как-то швейцарский день у них там в деревушке вот это раз такая вещь которая позволяет изобразить много переменных возможно еще другая ситуация когда у вас много качественных переменок то есть принципе этот график он давай сейчас попробуем придумать какой-нибудь час как вам нельзя и набор датах качественных переменных о давайте возьмем набор данных где у нас побольше качественных переменных давайте возьмем и подключим еще один пакет, который содержит данные из Кегла по пассажирам Титаника. Давайте установим пакет, он так и называется, Титаник. И подключен пакет Титаник. Там ничего нет, только набор данных. То есть некоторые пакеты содержат в себе функции, а некоторые содержат в себе просто наборы данных. Ну, а некоторые то и то. Он точно так же ставится, InstallPack, часто бла-бла-бла-бла, он быстро ставится, потому что там мало чего стоит. Поставился, он ни от кого не зависит, ничего за собой не тянет, поэтому он должен очень быстро поставиться. Есть Титаник? Марина, поставился? Он не должен был поставить. Он ничего не зависит, поэтому... Пакет, в котором только данные, он не тянет за собой другие пакеты при установке, поэтому он должен очень быстро ставиться. Идем дальше? Хорошо. Значит, давайте из набора данных. Там, соответственно, конкурс на Кегле, там имея часть выборки пассажиров с Титаника, надо оценить модели, прогнозировать, выживать, не выживать. И для другой части выборки такой... Ой, Вася, извини, я забыл, на тебя не забыл про персонажи, я сейчас вспомню. Сейчас достаем график. Вот. Соответственно, выборка делится на две части. Обучающая и тестовая. По обучающей мы оцениваем модель, по тестовой мы предсказываем ее качество. Ну, к этому моменту мы еще вернемся, когда был пакет карат обсуждать. А сейчас пока просто данные визуализируем. Возьмем, соответственно, Титаник Т, Титаник Трейн, да? Титаник Трейн, да? Титаник Трейн, да? Давайте для краткости, чтобы не писать Титаник Трейн, давайте напишем просто ТИТ. ТИТ равняется Титаник Трейн, да? ТИТ. Вот. Давайте посмотрим на наш набор данных ТИТ. Опять же, из-за того, что он встроенный, то можно набрать HELP Титаник Трейн и почитать, что там в HELP написано. Ну, вот тут вот есть выжил-не выжил пассажир на Титанике, каким классом он ехал, по числу братьев, сестер, мужей и жен, число детей и родителей, номер билета, тариф, кабинет. Что такое? Каюта. Палуба. Что? Палуба. Ну, в общем, ладно. И эмбарк, это, соответственно, где он сел на Титаник. Потому что там он в нескольких точках возле проходил. Соответственно, у нас тут много качественных переменных. Таких факторных. У нас факторный является, ну, понятно, выжил-не выжил, имя... А напомните, что такое факторный? В смысле, факторный, который принимает фиксированное количество значений, они могут быть неупорядочены. Бывают факторные-порядоченные, бывают факторные-неупорядоченные. Ну, типа вот класс, это факторные-упорядоченные. Первый, второй, третий. А пол, это факторные-неупорядоченные. Мужчина-женщина. Можно упорядочить? Можно упорядочить, да. Вот, ну, каждый все по-разному упорядочил. Так, хорошо. А давайте, кстати, посмотрим, как GGPRS прореагирует на Титаник. Вот как он его автоматом классифицирует. Давайте попробуем GGPRS Титаник. Ольга там много. Ну ладно, он будет больше. Да, немножко, конечно, не стадерствует, он тормозит. Да, и чужан, как-то совсем задумался. Что, у вас нормально или это у вас тоже нормально? Да, тоже. Мне кажется, он дальше не будет. Чем? Дальше его не будет. Не будет? Ну почему? Не он так моварился. Он не хорошо себя ведет. Ну ладно, теперь ждем. Хорошо. А если... А там красная кнопочка есть в углу. Ну вот да, это такой какой-то известный факт, что не дружит GGPRS с RStudio. В общем, ладно. Хорошо. Жалко, конечно. Ну ладно. Идея этого граевка, она есть и в другом пакете. Но другой я вскоре не помню, как называется. Я помню, что называется. Плод Митрикс, по-моему. Плод Митрикс А. Нет. Ну да. Как это называется? Плод Митрикс А. Как это называется? Ну да. Да, 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 да. То есть они там накрутили всего там накрутили в RStudio и вот где-то там графическая оболочка конфликтует. Ладно, сейчас не найду. Хорошо, давайте тогда пока построим тот график, который я хотел. Давайте возьмем пакет BCD, и из него построим так называемый мозаичный график. Возьмем данные из набора данных ТИТ, и построим такую штуку. Напишем тильдочку, а здесь такую напишем формулу для графика. Формулу для графика у нас будет и следующее. Сначала скажем, пусть будет идти пол, класс. Давайте сначала возьмем класс, с которым человек ехал, потом пол, потом выжил-не выжил. Это такой график, когда у вас много качественных переменных, партнерных, вы можете построить такую замечательную штуку, а потом ее долго над ней медитировать. Давайте я для красоты еще добавлю, как там, шейн, что это. Да, вот, давайте зададим такую штуку. Сейчас мы над ней помедитируем. И узнаем всю правду о Титанике на одном графике. Еще раз, помимо вот этой философии GGplot2, которая позволяет строить довольно фантастические вещи, но, возможно, долго. А есть еще куча написанных другими графиками, ну, вот, как GGpairs, да. А вот это мозаичный график данный, мы берем из набора данных по Титаник, а потом мы пишем тильдочка. И перечисляем факторные переменные. Класс пассажира, пол, выжил-не выжил. Ну, и это за красочкой мы сейчас обсудим, что она закрасила. Получился график? Я их сейчас сумму и мы обсудим. График есть? Мозаик это вот, чтобы в таком виде показалось? Да, это конкретный тип графика. Мозаичный график называется. А тильдочка еще раз? Тильдочка, она, ну, тильдочка это формула. То есть тильдочка, это когда говорят, там, такой синтаксис для модели популярен. Иногда для графика воспользуется. График получился, можно его зумом и пообсуждать. Мозаик, откуда берут данные. Дальше тильдочка, P класс плюс X плюс survive. Все с большой буквы, потому что так переменные в наборе данных называются. F чувствительный к регистру. И поэтому, как они были названы там, так они должны быть названы здесь. Все, делаем зум. Да? Хорошо. Значит, что происходит вот так на зуме? Он симпатичный, мы видим. Вот он как-то прям маленького разрешения. Значит, что произошло? Мы взяли наш набор данных и поделили сначала по классу пассажиров. Вот. Соответственно, я уже могу сказать, вот у меня в третьем классе много, да? Во втором поменьше. Ну и в первом тоже, ну вообще даже побольше, чем во втором, да? То есть вот в третьем много, потом смотрите, что дальше произошло. Дальше всех пассажиров третьего класса мы поделили на мужчин, а нет, это же на женщины и мужчины, да? Согласно? Всех пассажиров второго класса мы поделили на женщин и мужчин. И всех пассажиров первого класса мы поделили на женщин и мужчин. Соответственно, мы сразу можем, например, сказать, что какого класса на Титанике ехало больше? Третьего. А в третьем классе кого больше ехало, мужчин или женщин? Мужчин. А в первом классе кого больше ехало? Ну, тоже мужчин, но уже не так сильно. Примерно, ну, уже, ну, то есть не сказать, что равно, конечно, но все-таки не такая диспропорция, как в третьем классе. Вот. А дальше, когда мы поделили каждой, оно так улиткой, вот так загибается, так улиткой по часовой стрелке. То есть сначала дележка вот так, потом сверху дележка, потом стаубов, а потом я еще могу добавить дележки улиткой, в принципе, так до бесконечности. А дальше, смотрите, каждых, вот смотрите, я сначала поделил на третий, на три на классы, потом на пол, а потом, вот я, допустим, рассмотрю, вот это у меня кто, вот эти две группы, вот эти два прямоугольника, это у меня третий класс, женщины. А дальше я их поделил на выживших и не выживших. То есть в третьем классе женщин выжил примерно поровну, что выжил, что не выжил. Когда они слышат, кто выжил, что она значит? Ноль. Survived 0, 1, 0, 1, там подпись есть. То есть вот это 0, это вот это, 1, это вот это. То есть, соответственно, выжил, не выжил, это примерно поровну. Если я говорю про мужчин третьего класса, мужчины третьего класса или вот эти вот два прямоугольника. То есть площадь, она пропорциональна количеству наблюдений. Соответственно, вот это вот, это мужчины третьего класса, и у мужчин третьего класса большая часть чего? Да, большая часть погибла Вот если посмотреть Женщины первого класса Женщины первого класса Большая часть чего? Выжила, да, хорошо быть Женщиной первого класса Вот, соответственно А вот у мужчин Первого класса Большая часть не выжила Да лучше быть мужчиной Да Да, вот И еще можно говорить про расцветку Помимо, соответственно, размеров прямоугольничков Которые нам говорят про качественные переменные У нас еще есть расцветка Расцветка, она автоматом проверяет гипотезу О независимости признаков Если у нас гипотеза о независимости признаков По какому-то там Ну, то есть, если мы представим Что все не зависит То есть, грубо говоря, R автоматом посчитает Сколько всего доля выжила Сколько всего доля не выжила Сколько всего доля была мужчин Сколько всего доля была женщин Соответственно, если бы эти были признаки независимы Тогда вероятность быть женщиной первого класса Выжившей Она равнялась бы произведению Вероятности быть женщиной На выжить, на быть в первом классе Согласны? Если бы признаки были независимыми То есть он мультиколинярность проверяет? Нет, он проверяет зависимость признаков Это, ну, можно сказать, что мультиколинярность, в принципе По-хорошему, если мультиколинярный, то зависимый Если независимый, то не мультиколинярный Ну, как-то проще, в смысле, все-таки сложно Если бы там это именно пролинейная зависимость Вот Он проверяет зависимость То есть, если бы клеточки все были независимы друг от друга То они были бы все серенькие А вот синенькая говорит, что слишком много по сравнению с независимостью А красненькая говорит, что слишком мало по сравнению с независимостью То есть, что слишком много по сравнению с независимостью Давай, мне доска тогда нужна То есть, почти независимо? Нет, нет, нет Ну смотри, представь себе, что у тебя есть некие частоты мужчин Вот у тебя, смотри, у тебя есть крышечка фемел То есть это доля женщин в выборке У тебя есть доля пассажиров, которые ехали первым классом в выборке И у тебя есть доля пассажиров, которые выжили в выборке Согласны? Если предположить гипотезу H0, что признаки независимы Если выполняется эта гипотеза, что признаки независимы Тогда у тебя вероятность быть женщиной первого класса выжившей Она должна примерно равняться Вот если верна H0 Вот эта вероятность попасть в женщину первого класса Она должна примерно равняться произведению доли женщин на доли пассажиров первого класса на доли выживших Правильно? Да И соответственно, она соответствующим образом нормирует статистику То есть, грубо говоря, она считает P с крышкой F1S минус произведение вот этих вот штук Отнормированное таким образом Тут можно поделить на стандартную ошибку некоторую Чтобы получить примерный H0 нормальную 0.1 случайную величину И можно тут вывести некую форму Если бы были независимые, был бы 0 Был бы 0, а что-то от минус 2 до 2 Даже если они идеально независимые Ну как бы оно же не обязано попасть Ну как бы предположим, что у тебя Вася и Петя там Называют там, выбирают куда пойти независимо друг от друга Ну так вот вышло, что они два дня подряд Оба пошли в один и тот же ПАФ Ну и встретились два раза Хотя независимо принимали решение То есть, ну как бы Да, там должно быть число близкое к нулю Привет, наш 0, но не обязательно 0 А что является стандартная ошибка? Ну, стандартная ошибка Ну, можно рассчитать стандартную ошибку То есть, посчитать оценку дисперсии Оценку уровня дисперсии вот этой величины У меня скорую полуфору нефиксированы Что? Эти же вероятности нефиксированы П с крышкой фиксированы Ну, это одно число Это одно число Но стандартную ошибку можно оценить? По одному числу Нет, идея, конечно Ну смотри Вот представь себе, что у тебя случайно начинает П с крышкой Да? Ну, допустим, П с крышкой женщин Как оценить стандартную ошибку П с крышкой женщин? Ну, давай я вам расскажу логику подхода Как распредена П с крышкой? Это что такое? Это 1 на Н помножить на количество женщин Правильно? Согласен? Ну, по здравому смыслу Если что-то разумное предполагать То Н фимейлс можно считать Допустим, каждый пассажир Допустим, она имеет бенемиальное распределение Общее количество пассажиров И истинная вероятность быть женщиной Идет? Ну, у меня, если мы предположим Такую простую гипотезу о строении данных Простую модель Каждый пассажир Он с какой-то вероятностью женщина Ну, или мужчина Да, у меня получается Что Н ф Она бенемиальная исчезная верчина Мат ожидания от нее Равно Н помножить на П ф А дисперсия Этой случайной верчины Она равна Н Ну, или мы его будем выключить по-подробнее Такая из данных Откуда мы его взять? Сейчас я Давай тогда выключу Мы же не можем сказать про определение Ну, мы можем предполагать Естественно, часть гипотезы И часть Некоторые выводы На основании комбинации данных и гипотезы Давай мы отвлечемся Поскольку тем более, что Предыдущий вопрос был тоже про стандартную ошибку Поэтому давайте поговорим про стандартные ошибки И стандартное отклонение Чем они отличаются Стандартная ошибка от стандартного отклонения Давайте я скажу Поскольку маленький нюанс И часто его путают В принципе И даже я там, когда могу В устной речи назвать одну другим Ну, давайте Это хороший момент Поскольку график мы построили, да? Довольно? То есть Она показывает Насколько Вот закраска П показывает Насколько П с крышкой Вот доля в эту подгруппу Женщины Первого класса выжившие Отличается От той, которая была бы Если бы Признаки были независимы А сейчас тогда Про стандартную ошибку Сюжет про стандартную ошибку У нас два вопроса Про стандартную ошибку Потому что Многие путают А сюжет Не такой сложный Для восприятия Наверное не имеет смысла Здесь скринкаст Прервать Сейчас я смажу Как это сделать Так Наверное можно еще Включить свет Значит Значит смотрите У нас есть Какие-то случайные Вот есть случайная величина Случайная величина Пусть будет З Есть Настоящее Матожидание В этой случайной величины Е от З И есть Настоящая Дисперсия Вот это истинное Математическое Ожидание И есть Истинная Дисперсия Есть Истинное Стандартное Отклонение Сигма З Истинное Стандартное Отклонение В реальности Чаще Ну то есть Когда мы Изучаем там Теорию вероятности Мы часто там говорим А вот считаем Что З Имеет Биномиальное Распределение Вот у нас 100 испытаний Вероятность успеха В одном испытании Равна 1 десятой Вот тогда мы можем Сделать вывод Что математическое Ожидание От З Сколько Если у вас 100 испытаний Вероятность успеха 1 десятая То есть Сколько у вас Средний вид успехов Матожид 10 Да То есть Есть некие Теоретические формулы Которые говорят Что здесь должно быть М на П То есть Должно быть 100 помножить На 1 десятую 10 Есть теоретические формулы Для дисперсии Дисперсия Для биномиального распределения Ну Если кто не помнит Я как бы Скажу Что это Н на П На 1 минус П И это 100 на Гунь десятую На 9 десятых Соответственно 9 Такая задача Вот То есть Есть истинные характеристики Но для того Чтобы знать Истинные характеристики Надо знать Как она распределена В реальности Мы конечно Не знаем Как Случайная величина Распределена Но Что у нас Может быть Мы можем То есть Одно дело Когда мы знаем Законы распределения То есть Мы говорим Что она Биномиально 100 опытов П равно 1 десятую Но в реальности Мы многие вещи Не знаем То есть В реальности У нас Может как быть Мы Теперь Переходим К тому Ситуации В статистике Которая возникает Что мы Параметры Распределения Не знаем Да Но Мы их можем Оценить Да И вот Соответственно У нас Параметры 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 Какие-то Ну там П Неизвестны Неизвестны Но могут быть Оценены Но могут быть Оценены Соответственно Какой самый простой Способ оценки Самый простой Способ оценки Это когда у вас Есть выборка Независимых наблюдений За одной и той же Случайной величиной То есть У вас есть З1 З2 З3 З4 И так далее ЗНТ У вас очень много Наблюдений И вы соответственно Можете сказать Что вот я могу У вас появляется Такое понятие Как выборочное Сэмпл Выборочное Среднее Сэмпл Сэмпл Мин То есть Когда у меня Есть Вот эти случайные Величины Они Независимы И все они Распределены Так же Как та моя З Независимо Одинаково Распределены То даже Сэмпл 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 Е От З Нормально? Дальше У нас есть Выборочное Выборочное Стандартное Отклонение То истинное Стандартное Отклонение А есть Выборочное Стандартное Отклонение Оно как считается? Оно считается Ну есть разные Способы Подсчета Там С корректировки Без корректировки Ну допустим С корректировочкой Там Сигма Квадрат С крышкой Равняется Сумма З Ит Минус З Средняя В квадрате Деленная На Н Минус А Ну еще корень Извлечь И будет Выборочное Стандартное Отклонение Эта штука Сигма Квадрат С крышкой Она является Оценкой Для Истинного Дисперсия Она конечно Ей не обязательно равна Но примерно Ей будет равна При большом количестве Денег Окей? Возникает вопрос Ну хорошо А вот если у меня Есть одно Это наблюдение Что же мне с одним Это наблюдением делать? Ну оказывается Что бывают Такие ситуации Когда Даже По одному Наблюдению Можно что-то Сделать Вот Смотрите Как я сейчас Сделаю чудо Хотя У меня нет Большого количества Значений Z Вот у меня нет Большого количества Значений этих Z Всего одна А я сейчас возьму Оценю И Е от Z И Вар от Z Все оцениваем Окей? Сейчас Сделаю чудо Вот Как сделать чудо Ну бывает Что везет Бывает что Значит Смотрите дальше Что такое Еще раз Выборочное Стандартное Отклонение Выборочное Стандартное Отклонение Sample Ну то есть По-английски Это sample Standard Deviation Sample Standard Deviation Это вот именно Такая штука Ну иногда Не делают Коррекции Но тем не менее Sample Standard Deviation Это сумма З, Д, З, 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 В квадрате Деленая На n Или на n Минус 1 Ну под корнем Еще Чтобы было Сигма С крышкой Окей? Это В данной Задачи Конечно Такая штука Недоступна Вот У нас Вот просто Количество Женщин Есть Ехавших На Град Но Дальше Есть такое Понятие Как Стандартная Ошибка Что такое Стандартная Ошибка? Стандартная Ошибка Ну как Правило Это Оценка Для Истинного Оценка Для Истинного Стандартного Отклонения Которое Получено Не обязательно Таким Способом То есть Стандартное Отклонение Обязано Выборочное Стандартное Отклонение Должно Именно По такой Формуле Получаться Ну в крайнем Сочи Делить На Л А Стандартная Ошибка Это Любая Оценка Для Истинного Стандартного Отклонения И каким Способом Она Получена Оценка Для Истинного Стандартного Отклонения Вопрос Каким Способом Она Получена Как Правило Это Комбинирование Некоторых Модельных Предположений Потому что Вот здесь Никаких Модельных Предположений О том Какое Закон Распределение Вот Для того Чтобы получить Выборочное Стандартное Отклонение Ничего Не надо Было У меня Бенемиальное Такое Стандартное Отклонение Такая Формула Было У меня Нормальное Распределение Такая Формула Для Выборочного Стандартного Отклонения Было У меня Распределение Поассона Формула Для Выборочного Стандартного не такая же. А вот когда считают стандартную ошибку, то строят оценку для истинного стандартного отклонения, но, как правило, уже пользуются модель для данных плюс наблюдение. То есть обязательно, когда вот оценка... Ну, не обязательно, но в целом, когда вот мы говорим про стандартную ошибку, то это тоже оценка. И это как бы оценка для вот этой вот дисперсии. И стандартная ошибка в квадрате является тоже оценкой для неизвестной дисперсии, но она уже опирается на какую-то явную информацию о том, как устроены данные. И давайте сейчас построим оценку стандартной ошибки в задаче про женщин с Титаникой. Модель для данных плюс данные. То есть учитывается... То есть когда мы будем считать стандартную ошибку, вот... то мы как бы уже на структуру данных опираемся. Ну, поехали. Что мы предполагаем? Предположим... Предположим... Вот у нас есть... Какие предположения у нас в задаче про Титаник? Предположим, что вот у нас всего там ехало... Я не помню, сколько всего ехало пассажир на этом Титанике. Ну, это надо загубить. Да, давайте посмотрим, сколько там ехало всего. Титаник. Ну, сколько тут пассажиров... Вот, 1300. Значит, 1300 пассажиров. И мы предположим такую простенькую модель, что пол каждого пассажира определялся вот с некоторой вероятностью, независимо от других. Это, конечно, не совсем верно, потому что кто-то там парни путешествовал. Но, тем не менее, мы предположим, что пол каждого пассажира, независимо от других, вот в начале, когда человек поднимался по трапу, вот определялся случайно его пол. Либо мужчин, либо женщин. Окей? Берет, ну, некую модель для данных. То есть, мы предположим, что количество женщин, оно имеет бинемиальное распределение с количеством пассажиров N, а дальше некоторые неизвестные вероятности для каждого пассажира быть женщиной. Окей? Понятно? Соответственно, ежели я теперь посмотрю, какова у меня вот эта самая доля женщин на Титанике. Доля женщин, доля женщин на Титанике. Она чему равна? П с крышечкой F. Ну, какую разумную формулу? П с крышечкой F. Это количество женщин на Титанике делить на общее количество пассажиров. Правильно? Чему равна истинная дисперсия этой случайной величины? Чему равна истинная дисперсия этой случайной величины? Она равна, ну как, N маленькая, это константа, а NF, это случайная величина, поэтому это и есть дисперсия NF деленная на N, то есть 1 на N квадрат на дисперсию NF. Мы из теоретических соображений знаем, что дисперсия у биномиального распределения, просто это, ну, особенность биномиального распределения, что это N помножить на вероятность, на единичку минус вероятность, правильно? Подставим отсюда, мы получим, что это PF, на единичку минус PF, деленное на, тут N квадрат, тут N сократилось на N. Правильно? Но у нас есть закон больших чисел. Закон больших чисел. Закон больших чисел, который говорит, что среднее по выборке, а это среднее по выборке, я вот, каждый пассажир у меня женщина, или не женщина, 0 или 1, это суммарное количество отдельных, да? У меня закон больших чисел говорит, что вот это PF с крышечкой, с ростом наблюдений, при N стремящемся к бесконечности, будет стремиться к PF. Разумно? Доля женщин в выборке примерно похожа на вероятность. Получается, что поскольку у нас 1300 человек, то PF с крышечкой примерно равняется PF. Верно? Но, тогда выходит, что дисперсия PF с крышечкой, она примерно равна PF с крышечкой на 1 минус PF с крышечкой деленное на N. Получается, если, конечно, настоящая дисперсия, вот это неизвестно. Ну, откуда я ее возьму? У меня всего одно наблюдение за PF с крышечкой. Действительно, PF с крышечкой, я вижу всего одно. Сколько было женщин? Ну, оценить дисперсию я могу, потому что у меня есть модель. Вот, просто посчитать действительно выборочное стандартное отклонение невозможно, потому что у меня PF с крышечкой всего одна. У меня Титаник был один, и PF с крышечкой, доля женщин, которая там была, она тоже одна. Пают к крышечкой тоже 그렇죠? Поец в крышечки тожеrisk2016. Почему это примерно реализация? Что? Почему там примерно? Почему тут примерно равно? Потому что истинная дисперсия var – это истинная дисперсия. Истинная дисперсия есть неизвестная мне константа. А поскольку доля женщин в выборке равна примерно вероятности того, что каждый отдельный человек является женщиной То получается, что вот это var, которое равно вот этому дроби, оно примерно равно вот этому И получается, что хотя у меня наблюдение за текст-крышечкой только одно В силу неких дополнительных предположений модели, я могу оценить дисперсию То есть у меня получается, что стандартная ошибка pf с крышечкой, как ее можно оценить? Можно оценить корнем из pf с крышечкой на 1 минус pf с крышечкой, деленное на n То есть, несмотря на то, что выборочно стандартное отклонение для pf с крышечкой я посчитать не могу pf с крышечкой у меня всего одно А поскольку было женщин, 0,6 больше, 0,3 допустим Не могу посчитать выборочно стандартное отклонение, потому что наблюдение за pf с крышечкой одно А вот оценить стандартное отклонение могу Потому что есть некие дополнительные предположения об этой случайной величине И даже одного наблюдения в силу закона больших чисел иногда достаточно, ну в частности с долями так происходит, что одного наблюдения достаточно, чтобы оценить стандартное отклонение доли женщин Вот через него самобой оценивается А в случае, который там на доске был, там более сложная задача Там из pf с крышечкой вычитается произведение pf с крышечкой Но оказывается, там тоже можно посчитать более хитрой формулы стандартного отклонения Но она тоже доводится Понятная идея Да, а что у нас сейчас предположение о том, что распределение были мероприятия? Ну, как? Понятно, что идеальное это предположение не выполнено Понятно, что наблюдения не были независимы И если там Джон Смит поехал со своей женой, то он был мальчик, а она была девочка Поэтому независимости от наблюдений нет Но, учитывая то, что там пассажирств было 1300, а вот эта зависимость дальше пар не распространяется То поэтому это вполне хорошее предположение И почему именно бенемиальное? Почему именно бенемиальное? Ну Ну, потому что, что такое бенемиальное распределение, по сути? Это ситуация, когда каждое наблюдение, оно с задней вероятностью попадает Вот в одну из групп То есть у нас каждое наблюдение, независимо от других, является женщиной Ну, конечно, не совсем так в реальности Но более-менее правдоподобно Что вот, грубо говоря, можно себе представить такую ситуацию Что если не считать пары людей, которые ехали А если вот читать индивидов Ну, грубо говоря, кто успел купить билет, тот и поехал Ну, вот У мужчин и женщин были там Так покупать кто-то и себя А, например, что же это распределение по классам? По классам? Пассажиров по классам Ну Ты хочешь сказать, что Тут какое-то там мультинамиальное распределение будет плохо подходить Потому что у нас априори задано число классов Что у нас столько-то кают такого типа Столько-то кают такого типа Ну, по крайней мере, мы можем предположить Что мужчины и женщины То есть я согласен, что число кают-то может быть и задано Что у нас вот столько-то первого, столько-то второго, столько-то третьего И против этого никуда не попрешь Как вот построили Титани Но, по крайней мере, при заданном количестве кают Можно считать, что мужчины выбирают с одной вероятностью каюты А женщины с какими-то другими И нормально вроде Ну хорошо, а в итоге как нам понимать то собственное число, которое мы получаем Которое мы даем цвет Цвет? Ну, это просто некая нормировка Насколько То есть оказывается Как понимать Ну, смотри У самого этого числа смысла нет Оно просто имеет некое нормальное распределение То есть это называется остаток Пирсона Но, по сути, это вот Насколько доля Вот это отличается от произведения долей Ну, с неким подправочным множителем То есть как понимать Насколько доля попавших в эту группу Женщины первого класса, выжившие Отличается от той доли, которая была бы Если бы признаки были независимы Ну, оно вот на что-то поделено так Чтобы в результате получилось нормальное 0,1 распределение Поэтому значение от минус 2 до 2 говорит о том, что гипотеза о независимости признаков не отвергается А значение, выпадающее за диапазон плюс-минус 2 Свидетельствует о том, что гипотеза о независимости признаков отвергается Спасибо Вот И второй вопрос, который тоже, ну, как бы смежный Как вот про стандартную ошибку в регрессии Как там стандартная ошибка считается? Вот там происходит, например, та же самая ситуация Вот есть у меня данные Вот была скорость Speed Там speed 1, 2, 3, 4, 5 скорость И длина тормозного пути 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, там 50 наблюдений И у меня оценивается два коэффициента У меня оценивается β1 с крышкой и β2 с крышкой То есть у меня оценивается угловой коэффициент Ну, то есть я оцениваю модель Y и T равно β1 плюс β2 X и T плюс ε и T И методом наименьших квадратов Оценивается два коэффициента Естественно, я вижу всего одно значение β1 с крышкой β1 с крышкой равно, там, по-моему, минус 17, что ли было? Или 17? Минус 17 Минус 17 А β2 с крышкой 0,3, да? 3, 3, 3, 3, ну пусть будет 3, да? Смотри, я опять вижу всего одно значение β1 с крышкой Когда у меня одно значение случайной величины Я могу посчитать выборочное стандартное отклонение? Не могу Да? Ну как? Одно число Вот если у меня был столбик чисел Вот у меня столбик вот этот вот спин, да? Я могу посчитать выборочное стандартное отклонение скорости По формуле там сумма спин ИТ минус спин Среднее в квадрате, там, деленное на Н минус 1 Вот, сигма квадрат с крышкой Это выборочное стандартное отклонение скорости Выборочное стандартное отклонение скорости могу посчитать Потому что у меня 50 наблюдений за скоростью А коэффициент β с крышкой у меня только один Выборочное стандартное отклонение посчитать нельзя Однако При выполнении там предпосылок Каких кое-каких там на и апсион Что оно там одинаково распределение Там отождание 0 Дисперсия там сигма квадрата Они независимы При выполнении ряда предпосылок Вот можно получить некую формулу Для дисперсии β с крышкой Вот оказывается, что Несмотря на то, что наблюдение за β с крышкой всего одно Оказывается, что из-за того, что я предположил Такую структуру зависимости между у То, тем не менее, стандартную ошибку Для β с крышкой можно посчитать Ну, я помню в формулу векторном варианте Что оценка дисперсии целого вектора β с крышкой Это есть x штрих x минус 1 на rss деленное на n минус k Я вектор, например, помню формулу в скалерном, не помню Но, тем не менее, можно оценить стандартные ошибки Каждого из этих коэффициентов И этого, и этого Хотя наблюдение за коэффициентом только одно Вот в этом разница между выборочным стандартным отклонением Который просто берет, ему надо много наблюдений За одной и той же величиной независимых И тогда вот оно оценит дисперсию А выборочная стандартная ошибка Она говорит, дайте мне какую-нибудь модель для данных И дальше путем там, ну, мы можем вывести То есть, я не знаю Ну, то есть, я не думал вообще, что Ну, то есть, я готов, в принципе, рассказать про это Я как бы не планировал про это рассказывать Но, тем не менее, и несложно Но философия немножко разная Когда мы говорим о выборочном стандартном отклонении У нас есть много наблюдений за одной случайной величиной И мы тупо подставляем формулу, не думая о том Как устроены данные Нам главное было, чтобы наблюдения были независимыми Чтобы их было много Вот А есть второй подход Который говорит, стандартная ошибка Он говорит, да не важно Может, у вас только одно наблюдение Мне не страшно Мне главное, чтобы была какая-то модель за кадром Которая позволяла бы по этим данным Которые есть И учитывая эту модель Получить все-таки оценку для дисперсии Ну, или для корня из дисперсии этой случайной величины Хотя наблюдение за случайной величиной только одно Вот Ну, соответственно, вот так выглядит формула Для оценки ковариационной матрицы бета с крышкой Там, соответственно, на первый элемент Это стандартная ошибка бета-1 с крышкой Второй элемент по диагонали, по главной Это стандартная ошибка бета-2 с крышкой И тут еще оценка ковариации бета-1 с крышкой Бета-2 с крышкой То есть получается действительно такой Ну, и второй элемент тоже ковариации Вот То есть получается такой действительно забавный факт Наблюдение за бета-1 с крышкой только одно Минус 17 За вторым бета-1 с крышкой тоже только одно Три А между тем оценка ковариации и есть Ну вот Откуда так возможно стало Как-то, имея всего одно наблюдение Получить целую оценку ковариации? Ну, потому что на самом деле Была модель для данных И были данные И вот только это позволило получить, конечно, оценку ковариации А так, если мы Все, что у нас есть Это одно наблюдение за одной случайной величиной Одно наблюдение за другой Вот если бы не было ни модели, ни вот этих данных за каждым То, конечно, по одному наблюдению за одной с чем начиная И одному с другой Оценить ковариацию невозможно Но у нас есть модель за каждым Есть набор данных, который позволяет вот сделать Если надо То есть, если вы как бы проголосуете Потому что, ну как, я Василию отвечаю на вопрос Василий, я отреагирую Как бы, если кто-то вот машет и отреагирует И нажимаешь разницу между стандартной ошибкой Точно? Да Ну хорошо А можно там применить, например, какие-нибудь модели Чтобы избавиться от мультиколинеарности И потом уже Ну то есть, мы же предпосылка есть То, что они независимы Кто? Что там? Ну, наша выборка независимая Ну, что независимы наблюдения Да, независимые А, все, да Мы можем применить какую-нибудь там модель Которые избавляют от мультиколинеарности Нет, потому что мультиколинеарность И зависимость наблюдения Это разные штуки Мультиколинеарность Это зависимость признаков А, это скорее автокорреляция Зависимость наблюдения Это скорее про временные ряды А, ну, смотрите, еще раз Если есть в этом пожелание Рассказать какой-то сюжет Про временные ряды Или про что-то Ну, надо подумать Я-то думал, что скорее там Когда вот Уже знаешь метрику ряды Как это вызывает То есть, если вы напишите какие-то заявки То я могу Нет, у нас же мало Вы сами говорили У нас мало, типа Да, я по-моему говорю, что можно Я готов Ну, то есть, ответ такой Мультиколеарностью Можно побороться Но это зависимость между отдельными переменами Здесь нет мультиколеарности У нас один регресс У нас только действенность регресса Здесь никакой мультиколеарности нет Вот, а так, да Можно было бы побороться И с помощью методов Уменьшить дисперсию Бет с крышкой Так, и что, собственно Оно маленький еще Да, еще, подожди Про расширение Ну, понятно уже все Потому что все различные беты ставим Получаем область Это понятно Окей Я же могу, например, получить Много Бет Если буду брать Различные подмножества данных Под выборок Да 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 Но, смотри Если ты будешь брать Непересекающиеся То есть, если у тебя уж прям Офигеть, сколько данных То ты можешь По первым 50 Оценить бет с крышкой По вторым 50 Оценить бет с крышкой По третьим 50 Оценить бет с крышкой Еще оценить бет с крышкой У тебя тогда будет бет с крышкой много Ты тогда сможешь посчитать выборочное, стандартное отклонение, поскольку у тебя будет много бета с крышкой, и оно даст тебе, например, тот же результат. То есть, от этого куда? Если ты будешь генерить пересекающиеся подвыборки, то тогда надо как-то будет учесть, что они у тебя, возможно, коррелированы. Когда ты генеришь повторно, то надо учесть эффект, что они могут быть коррелированы, но, в принципе, бутстрэп тоже хорошо работает. То есть, есть и такой метод, можно и там делать. То есть, ответ да, можно, конечно, получить и много бета с крышкой генеря подвыборки из исходного распределения. Ну, что надежней? Что надежней? На практике часто используют бутстрэп, потому что большого количества надвыдений нет. Ну, и вообще, на самом деле, эти формулы тоже хорошо работают, когда есть модель на предположение. Бутстрэп популярный. Бутстрэп, если считать, среднюю кодектичную ошибку. Бутстрэп, он чуть-чуть аккуратнее, но идея примерно такая. Да, мы генерим много подвыборок из исходных данных, и по ним будем считать закон распределения бета с крышкой напрямую. Даже не будем оценивать. Там у него идея более осторожная. У него идея, да не будем даже эту штуку считать, просто генерим много бета с крышкой и построим их закон распределения. Здесь отложим прям бета с крышкой, и тут будет гистограмма, и мы там сможем, что хотим, то и делать дальше уже прям. Не нужна там стандартная ошибка, зачем мы брать? Да, наверное, я думаю, что на сегодня имеет смысл закончить. То есть, мораль какая? Давайте мы посмотрим, что мы научились делать. Я надеюсь, что чуть-чуть яснее стала разница между выборочным стандартным отклонением и стандартной ошибкой, что стандартная ошибка у вас может посчитаться, если у вас есть некое предположение о структуре данных, даже когда у вас всего одно наблюдение за случайными причинами. Если есть одно, где не забыто один с крышкой, а стандартная ошибка тем не менее есть. А говорить в этом случае о том, что у нас тут куча 56 бета с крышкой, и мы сейчас посчитаем выборочные стандартные отклонения, не приходится, потому что всего одно бета с крышкой первое. Это первое, чем мы. Второе, значит, мы посмотрели философию ggplot2. Я надеюсь, вы поняли, что вот оно по слоям. И посмотрели два графика, которые могут пригодиться для случаев, когда у вас много переменных. Один для количественных переменных, большого количества, это ggpairs. Но есть там у него еще и аналоги в других пакетах, то есть это именно идея, а так он есть в других пакетах. И для большого количества качественных переменных у вас есть мозаичный график. Вот. Если у вас вот этот ggpairs плохо работает, то тогда можно, сейчас я скажу, как называется его конкурент в пакете Lettis, по-моему, есть его конкурент. Зато такой проблемы нет. Но я просто люблю пакет ggplot2. В, конечно, есть много способов сделать одно и то же. Lettis, plot, matrix. Сейчас скажу, как он там называется. А, вот. Сплом называется функция. В каком пакете он? Сплом в пакете Lettis. Она делает то же самое примерно, что ggpairs. Ну, немножко там может быть другой синтаксис. Но идея такая же. Она считает все возможные на одном графике, выводит все возможные гистограммы, как и так далее. В ggpairs, конечно, так он больше возможностей позволяет там настраивать вверх графика, вниз графика. А может быть и сплом позволяет я просто сплом преподносить. Ну, вот такой, наверное, месседж на сегодня. Я думаю, что это вполне достаточно. Философия ggplot2. Два популярных графика для большого количества количественных и качественных переменных. Ну, естественно, можно выводить свободно примеры. И на сегодня тогда все. А в следующий раз, я думаю, мы уже попробуем все-таки какой-нибудь динамический, какой-нибудь отчет с использованием либо тех, либо борда уже начать делать. Маша, ты готова? Да. Все. Тогда... Спасибо. О, что там кнопочка нажала? Да, спасибо. Продолжение следует...